доброго всем сегодня у нас ролик из цикла вы спрашивали отвечаем но сперва я вам покажу тот самый патролл гбц которого мы сшивали кто не видел то эпичное видео ссылка сейчас вверху и она же будет в описании под видео как видите машинка уже несколько месяцев бегает без каких бы то ни было проблем но я перехожу к темы ролика наш подписчик из тамбола ссылочку на его канал вы сейчас видите прислал видео вопрос слову говоря этот вопрос очень таки частый вы его задаете в комментариях на сайте в соц сетях и на канале сегодня я отвечу на него итак вопрос так ну вот клапан он сухари я сжимаю их плотно а клапан движется здесь люфт ну вот его даже на камере видно причем этот клапан и эти сухари они как бы идут в комплекте то есть это получается обновленная клапана сухарями для этого двигателя стояли здесь старого образца клапана стоят с одной про . вот они и сухари такие же вот такой зазор и об сидят они обхватывают плотно вот вопрос должно ли быть так как на клапане нового образца потому что есть теории что вроде бы крыл клапан должен поворачиваться вокруг своей оси ну что же сухарики как правило бывают двух видов с одним или тремя внутренними поисками сухарики с одним поиском жестко фиксируют клапан с тарелкой при этом между двумя сухариками остается зазор по окружности клапана сухари с тремя поисками обычно сходятся по окружности при этом допускается достаточно свободное вращение клапана при частоте вращения полторы две тысячи оборотов в минуту в то время как конструкции с сухарями имеющими один пояс поворот клапана возможен при частоте вращения 33 с половиной тысячи и так мы понимаем что существует две принципиально разных конструкций сопряжения стержней клапанов с тарелками пружин с помощью сухарей рассмотрим достоинства и недостатки этих двух основных систем с одним поясом клапан практически не вращается таких соединениях детали мало стираются друг об друга и это самая удачная система для гонок и спорт моторов можно все точить и подтачивать как угодно работает замечательно также эта система хороша для перехода двигателя на газ нет необходимости замены сухарей и тарелок при ремонте в результате того что они подвергаются износу основные недостатки вытекают также из-за того что клапан почти не крутится это зарастание фаски нагаром потеря герметичности отсюда и понятные проблемы двс что касается клапана с тремя канавками то как вы поняли это подвижная система такая система работает случае когда тарелка зафиксированными сухарями свободно крутится на стержне или наоборот клапан крутится в сухарях зафиксированных тарелок достоинства здесь такие нагар на паске не откладывается обеспечивается хорошая надежность двс до планового ремонта недостатком можно отнести то что это достаточно капризная система особенно при малом диаметре стержня требует под сборки клапан тарелка сухарик и проверка свободы вращения перед окончательной сборкой сложно поддается каким-то доработкам деталей какая-то ошибка при сборке ведет к заклиниванию клапана перекосу деталей и поломки по нижней канавке даже для клапанов с большим диаметром считается что эта система не годится для спорта и полноценной работы гбл поэтому мы для некоторых подчеркну для некоторых авто которые заведомо работая с гбл подтачиваем такие сухарики однако искусственно заклинивать сухарики с тремя выступами считается что нельзя они на это не рассчитаны заклинивание может привести к перекосу и поломку ну и конечно еще один недостаток это полученный износ сопряжениях который требует безусловной замены всего комплекта клапан сухарь и желательно конечно же тарелки хотя на практике конечно же это мало кто делает что касается люфта трехканалочном соединении скажу так что появление трехканалок и вращение в сухариках также тесно связано с переходом на одну пружину вместо двух поэтому пружины стали делать повышенной жесткость а при жестких пружинах и тоненьких стержнях обязательно нужно иметь хоть какой-то люфт тарелки пружины относительно ножки клапан иначе неизбежен изгиб и как результат облом ножки клапан причина тут одна одиночные жесткие пружины с увеличенным диаметром имеют правильную цилиндрическую форму только в свободном состоянии то есть без нагрузки как только появляется нагрузка то крайние витки пружины как вы сами понимаете начинают отклоняться от правильной цилиндрической геометрии плюс когда стоит одна пружина они две противоположные набивки происходит закручиваем что также приводит дополнительным нагрузкам добиться же правильной геометрии всегда затруднительно это связанные с удорожанием производства пружин где используют витки переменного диаметра в виде бочки переменного освещения проволоки или разности густоты новинки. Хотя некоторые мастера могут не возразить, что мол у японцев такого нет. Одна канавка, одна пружина. Однако вот как раз в этом случае мы и можем наблюдать пружину определенной конфигурации. К примеру это пружина ГБЦ Сузу 1.7. Как видите, к низу у нее учащается новинка. То же самое мы можем наблюдать и у пружины Infinity FX. Но должен сказать, что это не всегда так. Ну а на этом все. Традиционно оставляйте комментарии, кидайте донат, задавайте вопросы, ответим и без аварийных вам поездок.